добрый день дорогие друзья это гайд на йоха план такой мы быстренько разбираем его характеристики да коротенько разбираемся по оборудованию по модернизации и смотрим несколько боев крайне наглядных о данном аппарате так что лет с гол так у нас поскольку он у меня уже разобран до после взятия успешного трех отметок не подумайте ничего плохого нам и вот здесь разберемся мне была такая оборудка ездили мы на турбине сейчас объясню почему эти мы начнем наверно будет более доход чем начать половой модернизации вот такая половушка вот такая вот по ловушечка здесь можно апнуть скорость ему на 4 километра именно с турбиной он едет ни много ни мало почти 60 километров в час без турбины он будет ехать где-то 55 но он их плохонько набирает поэтому играл без закалки с турбины вот но вы можете вы можете вполне турбину поменять на закалку стабилизатор обязательно и доглатыватель дай бог здоровья если кто-то его не ставит по сути мы с этим разобрали и разобрались теперь будем смотреть ну давайте я коротком расскажу хотя нет хотя мы все в бою разберемся боев будет целых несколько вот там мы разберемся что у него там с плюсами с минусами и что он вообще может поехали значит так мы в первом бою мы попадаем на самую удобную карту на где можно наглядно понять какие же жесткие овн а именно они минус 12 плюс еще крайне мощная башня но надо понимать что как только чуть-чуть отвернуть ну и плюс шишку конечно я буду пробивать ну и корпус по сути без брони но крайне рикошетный и кое-где можно что-нибудь даже затанковать в общем в целом если совсем коротко то у танка я даже не знаю какие есть минусы их практически нету тем временем бабаха притаился в кустиках вежливо напялим его да вот кстати нам повезло что на 600 урона всего лишь то что в крышу но он может как бы накасать засунтом не сильно жирная броня но зато под неплохим углом значит так бабаху добираем становится очевидно что можно бордеть еще жестче и это начинаю себя вести просто как быдло просто как быдло и начинаю быковать от башни но такой же вот видите он отвращает башню понятное дело в такой угол его можно пробивать а если он даже немножечко подверят я думаю что мы здесь увидим такой ситуации он все равно будет пробиваться особенно голдой поэтому никаких вопросиков никаких вопросиков быть не должно на вот на нем нужно следить витя и мотать постоянно башни чтобы не в шишку не закинули не в борта не тем более не не дай бог под башню вот экрану на крайне несовременное состояние у гражданина на косарь ловлю блин знаете что я этот бой помню а вот этот момент и не помню грустненькая кисонько наверное подумал я тогда отыграемся на гриле отыграемся на гриле ну как вы можете заметить полная без наказанность полная допяли этих доходяк ну и теперь наверное нам уже ничто не мешать наказать крана который уже совсем не модный съехом в таком виде очень не понимаю зачем он нужен ну как бы это не наша проблема эта проблема нашей игры под пальчик кидаем да 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 ну вот просто easy вы понимаете вы понимаете сумасшедшие дпм меня на нем 3 700 но можно его разогнать и до 3 900 что как бы можно вспомнить такой там как стб который тоже не нужен получается да с выходом такого танка так как у стб тоже 36 альфа примерно такой же дпм но такой же косарылой как и йох но вот пожалуйста никаких вообще вопросов и есть на рекомендация которую я бы выдвинул на это когда вы на нем танчите от башни нельзя себя вести как будто ты на и седьмом наш те никто не правит ни хрена надо дергаться и я вы всеми силами пытаться как-то на слабые зоны там прикрытного поняли всякие интимные зоны все это прикрывать особенно шишку нам хоть и маленькая но пробивается всем что но не не раздрочным елдаком пробивается мой дед пробивал точно рассказывал пушка не такая на косоватенькая но в принципе приемлемо в принципе приемлемо особо не вызывает так сказать негатива тем более что танк скорострельный даже если ты зафилил тычку через пять секунд и попытаешься снова то конечно бешеный плюс на эти время . заканчивается 8000 урона очень простейших самых простых 8000 урона в истории гандаль не скандал едем дальше на сей раз у нас городская карта нам и здесь принимаю решение сразу же в самую грязь закатываться тот начинается беспредел со 140 с сороковым но как мы видим он пытается что-то сделать но как бы пришло время отрежать в ангар поэтому этим принципе начинает заниматься да здесь еще один 140 точно также пропяли вообще спокойно видите у нас скорострельность по сути такая же как у 140 что ну что просто смешно и непонятно вообще зачем нужны в игре но большинство ст да просто кошмар ну ладно бог судья отдела баланса и всем причастным всем причастным я тут пытаюсь найти себе место чтобы кому-то еще подкинуть дров в топку но что-то не складывается я решаю поддавливать если гражданин на супер коне вообще никаких проблем ну как бы тычки летят неплохо неплохо был бы удивительность если поняли телечку как на леопарде да мне кажется по него совсем криво тычки летели он бы все равно был имбой надо понимать слишком много вверх крутых характеристик но здесь тоже напяли мвк река бедного несчастного если кое-что надо было бы зарядить под колы и просто пихать в борт но как мы видим все летит куда на всего летит куда надо наши воде кстати эти даже особо это и вообще к чему мы играем в городе где нам особо не нужны у в н и спокойно себя чувствуем уверенно не то что маус он торгует бортом там могла быть ваша реклама вот здесь кстати улетает вниз башнях тем может быть я и не уверена выцелил да поэтому так вышло еще разок не пробиваю накипает накипает конечно же от борта под под танковую и судя по всему в принципе довольно таки неплохо это конечно не означает что на нем можно танковать регулярно от борта но в крайней ситуации вполне себе потому что опять же танк позволяет многое до леопард уже подкатывает на и как бы тучи сгущается и желательно вот тем более тайник неплохой да можно сваливать сразу же на ходу плюю в башню молодец в числе и нам это абсолютно правильное решение кстати что я так вот приехал что меня бы там просто замусолили бам что творит вот вы видели метр видел да и снова здравствуй маус и снова здравствуй маус судя по потому что он и без камуфляжа и играть неуверенно видимо либо в не самом трезвом виде да либо слишком пожилой эрихофилл за шнуруалом сидит да я помню что было лишь что я здесь встречу бабаха и он вроде как даже меня целил но повезло повезло или он вроде разрядился я честно говоря не припомню по моему когда он разрядился тогда уже зарам сил ну и а скорее всего меня просто привлек запах мауса свеженького можете обратить внимание что уже настрелено аж 6000 урона просто чики-брики охеренно быстро без особых еще проблем ну и надо здесь подавлюсь потому что мы вроде как побеждаем да но по хп не сильно уверенное преимущество поэтому поэтому надо нон-стопом нагибать над нон-стопом граждан тоже очередная ошибка хотя может быть и не очередная скорее всего просто не сидел за картой ребятки всегда следите за картой все года чтоб не было таких ситуаций позорно ничего не остается как поехать вперед интересное решение я пытаюсь добрать здесь трупец имеют подлавливать вк рик очевидно притаился да и ждал меня ты помними первой мысли возникает что я могу настрелять 10000 урона если буду вести себя хорошо если будет выкарик себя хорошо вести без беспредела всякого я активно пытался танкануть что-то трес башни все дела ну и ставочка зашла . зашла ар . подосрала ну и бог ему судья конечно и тут я понимаю что могут дать 10000 быстренько пытаюсь найти жертву это мальчонка конечно же нам добирать вдруг пригодится тоже снас хп не бывает лишним однозначно сюда здесь пытаюсь дать на ходу нету . него не уверена и сделать некоторое упреждение я этого не сделал я лалко кто-то кидай в нлд и понимаю что куму ли у меня а нет я тут еще не понял а вот здесь вот я понял что куму ли мне закончились стало понятно что что как песок сквозь пальцы уходит катка на 10 тысяч рона да мне еще что он объясняет огрызается и судя по всему ну посмотрим может быть и будет 10 я сохраняя интригу как будто не знаю да что будет ничего страшно ничего страшного тяу 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 есть парочка артачек теоретически можно дать два урона нас будет 10 тысяч урона заветники вот и ар . и вот самый скользкий момент да когда вроде надо стрелять а вроде как еще не стреляет и если кинешь полу вертухи не вероятно что не попадешь и короче по итогу не попал вот здесь я уже кидаю ну вот почти 10 тысяч урона в городе такая динамичная катка довольно таки неплохо и так а здесь у нас уже еще более городская карта гейлин идеальная ситуация во-первых нету арточки во вторых мы на увенистом танке да сейчас пойдем в окно и будем нарезать нарезать литиков посмотрим как же это произойдет но по сути тоже идеальная ситуация в которой можно идеально реализовывать танк есть на что у них хера гора и ст это нам еще аукнется и было бы здорово пачка тайпов 5 осуждаем осуждаем заезжаю в окошко скидываюсь будь здоров с вертухи сомнительно но окей но окей нам судя по всему предстоит еще против него стоять через окном знаете что у него немножечко будет в лд х подставляться это свою роль конечно же еще сыграть но пытается и танковать это мода пошла на танкование в лд на всяких вот таких вот должна здесь шестидесятом немножечко наклонять бортик до танковать ну судя по всему я вам сразу скажу не получится поэтому просто поддерживаем 277 лайком и комментарием под видео на и меня заодно и меня заодно она вот напихивать ему в лд я думаю что него горит прекрасно понимаю е100 тоже пытается делать грязь у него это не выходит где-то беспределят как и всегда в принципе мне это только на руку но спокойно видите нарезаем заметьте что я всегда стараюсь слежу за тем чтобы не поставить борт башни даже в полу полу повернутую башню страсть никому не подставлять что иначе меня пробьют буквально на буквально каждый буквально потому что с курсовых углов он не танчит абсолютно она быть постоянно повернутым на противника чтобы чувствуете уверенно все перестали подставляться интересно почему пока идет расследование дед поворачивается бортиком и продает гудок очень дешево мое почтение становится понятно что нужно ехать дальше стоять в окне уже никакого смысла не имеется что я просто потеряю кучу урона это недопустимо полю потом дальше я думаю что я на нежданах наделаю немножечко грязи да так и есть деду скидываемся дед мне в ответ без уважения тоже пробивать я не знаю куда мне пробил там рассмотрите сразу станет понятно но как бы я не рассмотрел кидая в каток не гуслиться последнее время вообще ни хрена не гуслиться в мире танков кидая под пальчик еще один выстрел чтобы вы думали под пальчик дабл подпал на барабане поляк не успел ничтожество едем дальше едем дальше тут бродяга концепт не поймал тычку а зря лт х здесь слишком долго терпела и мы заберем не помнит моментик они заберем но ясно так вот я помню я многое помню пацаны подписываемся на канал ставим лайк и самое главное нажимаете колокольчик то что целых два стрима сейчас 19 00 вечером и 130 часов 10 все для вас а чтобы быть в курсе событий пожалуйста прожимать колокольчики к сожалению не прожата почти ни у кого почти ни у кого здесь бландец не зашел было много блайндов и которые не зашли и жаль потому что можно было очень много напихать но забегая вперед скажу что в этой катке мы все равно много напихали концепт тоже там пересидел пересидел нэн качественно подставляется это мне тоже нравится видео у меня опять не провел но морда очень рикошетная уеха очень рикошетная особенно когда стреляешь под колами в него лучше дождаться надо повернется бортом либо башни либо корпуса потому что ну потому что это скандал то скандала не маленькая морда и такая довольно блин скользкость так называть натертая салом дедовом прошел в числа хорошо стреляет видите уже почти 8000 рона снова снова седая ночь если что в этом бою некоторые оперативная пауза наша атака атака захлебнулась в подливе успешно и ничего другого не остается как с одной стороны конечно можно было подъехать с другой стороны здесь есть кого подловить есть кому побландить поэтому я решаю пока что дождаться моментом может быть у нас там поля когда поддает и мне появится возможность как-то проехать вперед по сути вот этих вот кустов выкурить танк и можно было бы там по окопу проехать и чувствовать себя великолепно плюс я еще не знаю где его синтрахен я на тот момент подозревал что он где-то на базе и стоит в этих кустах притаився поэтому и не его не видно ну просто по сути где бы он еще мог сидеть да если не светится еще весь бой но это кстати оказалось не так не знаю это зарадочи перемога как говорится но в принципе бой все равно как по мне оказался достойный и без этого я пытаюсь там подловить концепты ничего не выходит и некоторые сомнения закрадусь потому что меня уже очень мало снарядов их надо действительно беречь а судя по тому сколько противника хп начинается начинает сгущаться тучи судя по тому сколько у нас хп становится понятно что каточка что и эта модель вытаскивать катку не будет на что во первых надо максимально дать урон я тут уже понимаю что в определенных обстоятельствах я смогу дать 10000 и где-то вот с этого момента я начинаю настреливать те самые 10 тыс пытает пытаться точнее их настрелять да но такой беспредельчик произошел небольшой твп который него что никогда не попадает попал два раза у меня начинает лететь тыщики что хорошая примета да а фентрагер не знаю попал или не попал сразу что не попал не попал 9 снарядов и 8 500 урона господь господь такая потненькая ситуация и даже знаете что я отсюда то особо и не уеду не конечно можно было там съехать на низ чем быть такое тыры-пыры вы видите там лестница есть при большом желании может быть и можно было бы уехать но я решила ладно ладно ну просто потому что они скорее всего вот-вот начнут перепушивать если что я боялся концепта который из кустов может резко протрезветь поехать на меня принципе единственное что меня пугало то есть вот закидывать безуспешно причем безуспешно на пацаны мы просили вот особенно 60 т.п. я честно говоря без понятия где он так просел видимо ему концерт напихивал и судя по всему концепт оказался серым кардиналом в этом бою так вот в твп залетает вообще шикарно как школьница на выпускном здесь точно был блайнд по сути единственный в этом бою к сожалению на весь они начинают поджимать и как только 60 т.п. сядет на колени к вафентрагеру забегая вперед я скажу придет и моя очередь придет и моя очередь на вафелька проскочил на скилле на всей скорости пролетел все становится все хуже и хуже но кстати вот возможно по лестнице вниз и можно было бы съехать и какую-то такую более выгодную позицию занять я в бою насколько я помню на это внимание не обращал дали себя сознательно пошел в размен стараясь дать урон потому что эти пацаны сливаются и высокая вероятность того то что я не настреляю свои эти мерзкие мерзкие десять тысяч руна там видели еще . мимо пролетела мне реально мог концепт пробить и дать хвостик этот аптекарлык все действий рано ну два сюда ну и плюс еще был блайндет поэтому но здорово здорово да атака вот totals вот такой вот улз и того какие у него есть минусы их нет их нет главный минус йоха в том то что либо его скоро понерфит либо опнут все другие танки на на его фоне даже супер конь не такая римба какой был скандал на скандале так что главные выводы которые можете сделать друзья это качайте йоха и играйте на нем пока его не понять почувствуйте силу земли почувствуйте силу дудя большое спасибо за просмотры пожалуйста прожмите лайкосик до подпишитесь на канал кто не подписан ну и прожмите колокольчики это будет волшебно волшебно хорошего дня приятного аппетита пока пока